добрый вечер дорогие все кто пришел все кто кого интересует что же такое реальности что такое внутренняя форма слова вы знаете мы остановились прошлый раз на как раз на внутренней форме слова немножко расширив понимание этого термина если можно сказать что это термин и сегодня я хотел бы продолжить разговор о внутренней форме слова и также тема сегодняшнего моего высказывания ее можно еще под темой обозначить как чистое письмо и возрастание реальности чистое письмо это довольно таки интересное интересный для меня аспект нашего обсуждения просто самого начала могу сказать что чистое письмо это проза и поэзия пушкина это андрей белый а вот северянин это уже письмо с грязноцой скажем тючев это чистое письмо мы кошки это уже письмо кое-где с грязноцой почему я буду об этом говорить немножко попозже и так в прошлый раз мы с вами говорили о том что почти у любого события почти у любого высказывания почти у любой вещи у любого предмета есть внешняя сторона есть внутренняя сторона я напомню что мы с вами читали притчу который привел целинджеров в своей повести это притча поисках скакуна а поиск несравненного скакуна и вот там великий мастер который великий духовный мастер который нашел этого скакуна он не обращал внимание на только было это или конь светлая у него массе или темная масть он был сосредоточен на как бы сказать на духовной основе этого великолепного животного он проникал в центр вещей во внутреннюю жизнь в суть вещей и несмотря на то что он перепутал масть и перепутал пол тем не менее он нашел именно несравненного скакуна потому что он видел его глубину он видел его реальность он не он не сосредоточился на его внешности он пошел глубже и вот я хочу обратить ваше внимание на то что реальность события вещи человека возрастает с глубиной по мере движения от внешнего к внутреннему и вы спросите что такое реальность я не смогу сразу ответить на этот вопрос но я могу перечислить уровни реальности есть социальная реальность есть эмоциональная реальность есть объективная так называемая реальность хотя ее нет она всегда идет через восприятельные субъекты и так далее так далее если есть товарная реальность и есть духовная реальность духовная реальность это реальность которая доступна только глубинам вашего сердца то есть глубины глубинам в вашей природы когда вы смотрите изнутри я вам рассказывал про встречу в ботаническом саду с реальностью цветущего абрикоса вот это был взгляд изнутри это было действительно реальная реальность если можно так сказать повторю что по мере того как наш акцент наше внимание движется от внешнего к внутреннему реальность возрастает представьте себе сейчас вот несколько 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 таких картинок которые возможно помогут вам понять что же такое внутреннее реальность и почему реальность возрастает я помню когда был еще мальчиком я жил в городе сочи я зашел после шторма еще море не успокоилось я увидел что что-то блестит над ней я и вода еще было да довольно таки мутная я решил стал гадать что это такое потом я нырнул и только тогда когда я приблизился вплотную под водой к этому блеску я увидел что это монетка до этого я мог гадать что это там жемчужинка какая-то или еще что-то или еще что-то но это оказалось монетка для этого мне понадобилось поверхности воды спуститься к самому дну и тогда эта монетка стала реальность тогда я увидел монет то же самое можно сказать ну наверное кое-кто из вас бывал ситуации когда отключали электричество и мы зажигали свечку и вот когда горит одна свечка в большой комнате вы наверное обращали внимание что углы комнаты они становятся трудные для восприятия тени которые там блуждают они образуют вместе с нашим воображением разные фигуры там чудовище или может быть это кошка там заснула или какой-то непонятный объект и лишь по мере приближения к источнику света к свече ситуация наводится на резкость восприятие наводится на резкость вот я позволю себе такое высказывание сердце каждого человека горит такая свеча сознание каждого человека горит такая свеча если мы отходим далеко от этой свечи сердце или свечи сознания от внутреннего света весь мир нам представляется искаженным точно так же как представляется искаженный комната в ее углах когда от свечки она стены отстоят довольно таки далеко и мы можем гадать что же там такое по этим углам шевелится это ничего не шевелится это просто свечка немножко драгивает от сквозняка и по мере того как мы спускаемся свой смысловой центр по мере того как мы растождествляем свое зрение со своими эмоциями со своим умом со своими мыслями а идем глубже чем все эти уровни вот там реальность начинает возрастать там мы входим в область соприкосновения с реальностью которую нельзя подержать в руках например мир нельзя подержать в руках любовь мы не можем ее взвесить любовь к матери к отцу к человеку с которым встречаешься мужа к жене жены к мужу эту любовь нельзя взвесить ее нельзя показать мы не знаем какого она цвета мы не можем указать на нее пальцем и тем не менее это самое реальное в нашей жизни пока она с нами это самое реальное то есть тот кто смотрит на мир глазами любви в подсветке этой внутренней свечки нашего бытия тот видит мир таким как он есть он видит мир в его реальности если же эта свечка погашена свечка любви то человек глядящий на мир сквозь призму гнева страха подозрение он мира не видит он смотрит на мирского сети при вы все наверно знаете такое выражение слепой гнев это выражение не случайно дело в том что человек которого охватывает гнев и не только гнев беспокойство злость подозрительность он слепнет такой человек слепнет быстрее всего он слепнет когда его охватывает гнев но когда его охватывает та или иная негативная эмоция человек тоже способность способность реальность видеть реальность утрачивая потому что он все видит сквозь призму своего страха гнева и так далее вернется если он вернется своей сердечной свече или к тому что апостол павел называет внутренним человеком то через какое-то время способность видеть реальность у человека восстанавливается если он смотрит изнутри если он смотрит снаружи он попадает в иллюзорный мир тем более если этот взгляд искажен теми эмоциями или теми бегущими мыслями которые все время бегут у нас голове такой мир искажен мы видим не мир мы видим свое собственное отражение в таком в таком мире в прошлый раз я показывал вам схему это конечно только схема которая изображает строение знаю как видно строение внутренней формы слова посмотрите она состоит из концентрических кругов самый внешний круг самый большой это материальная оболочка слова это его звуковая сторона это его графема это бумага на которой это слово написано это движение воздуха у меня сейчас между связок и изгуб это все материя материальная сторона это самое внешнее и очень многие люди которые участвуют в речевом акте или пишут стихи и вполне хватает чаще всего вот этой внешней стороны слова внешней стороны внутренней формы и очень редко многие из нас задумываются а что же находится за внешней стороной слова за его материальной части ну кто-то из нас начинает догадываться что слово несет себе еще какую-то эмоцию и следующие два круга они соответственно коррелируют с луной и с духовной луной и дальше с духовным меркурием это мышление и это подсознание и и дальше с духовной венерой духовная венера это вот такие эмоции эмоции и эмоции любви влюбленности сексуальные эмоции и так далее и словах действительно живет живут эти части внутренней формы но дальше мало кто идет а до центра почти никто не доходит и вот данте как я уже говорил который путешествует по планетам начиная с внешнего самого до с материи земной материи с четырех стихий он поднимается по всем этим планетам включая меркурий как я уже говорил вну венеру солнце и так далее по этим духовным планетам для чего для того чтобы выйти в центр всего рай устроен точно так же как внутренняя форма слова они перекликаются и как мне анна резниченко прислала вчера указание что флоренский обращал внимание на именно вот этот чертеж внутри в связи с внутренней формой слова то есть я так и знал что не я тут первооткрыватель но мне меня это заворожило и я очень рад что я как-то параллельно мои идеи мои догадки находятся в некоторые параллели с этим поиском этого великого человека с интуиции флоренского так вот данте поднимается в центр туда где из не мог высокий духа взлет где остается только любовь что движет солнце и светил это самый центр это самый центр это та самая свечка о которой я вам говорил это тот самый внутренний сердце человек это тот тот самый божественный свет который умом не взять из не мог высокий духа взлет то есть он уже не мог говорить дальше когда он дошел до этого центра когда он вышел из да из да даже из сферы юпитера сферы мудрости даже и сферы любви из сферы хакма он стал двигаться еще дальше и вот дальше все кончается кончается слова кончаются эмоции кончается высокий духа взлет потому что он входит святое святых и вот как ни странно устройство дантовского рая на самом деле не он придумал эту структуру вселенной это одновременно и птолемеева система и одновременно это древо жизни которую изобрели каббалисты про которых конечно же он знал данте и все эти чертежи я думаю был с ними знаком и вот когда он входит в этот центр все кончается кроме источника всего источника света и вот смотрите как чем нам сравнить центр центр духовной вселенной данте и центр внутренней формы слова ведь то что я вам показал это одна из возможных форм описания этой духовной реальности могут быть и другие формы которые в которых изображено древо сиферот или древо жизни поэтому я могу предложить еще несколько еще более простые картинки которые вам помогут представить себе что же такое внутренняя форма слова потом я скажу для чего нам это нужно представьте себе чум вы входите вы знаете на шестах такая такое сооружение которое на севере распространено и мы знаем что внизу тепло в чуме а наверху в этом сужающемся колу конусе верхушки нет что там наверху а там небо там абсолютная беспредельность и вот по мере того как наш взгляд поднимается от земли на которой в чуме горит костер дальше дальше по этим шкуром еще выше лиц собеседников еще выше еще выше еще выше и там пустота там небо там живая пустота то же самое когда я был в италии меня там поразил ладно постройка называется пантеон это место где лежат великие люди и такая величественная чаша со стороны когда туда входишь внутрь там по абсолютному кругу окружности расположены саркофаги где покоятся останки великих людей все это здание накрывает купол в центре купола опять же пустота круг который выходит в небо то же самое хотя это совершенно разные формы да но тем не менее смотрите они все связаны в общем-то или с жизнью как чум жизнь или смерть при таком морозе который окружает это это строение причем она очень здорово организовано по частям света и каждая его часть она достаточно сакральна пантеон место захоронения это тоже выход звездное или солнечное небо и давайте вспомним как устроен был иерусалимский храм и когда римляне взяли иерусалим они много слышали таинственном боге иудеев и они пошли в храм и они вошли в то место которое называется святое святых и они были готовы увидеть это место где должен присутствовать бог и римляне как язычники наверное думали встретить какую-нибудь статую скульптуру или еще что то все что угодно но когда они вошли туда они не увидели ничего они увидели колодец который уходит в небо открытые вне открытое в небо пространство вот все эти картинки которые я сейчас перечислил они сводятся к тому что в центре таких сооружений достаточно важных достаточно серьезных лежит все организующие пустота то что нельзя зафиксировать словом то что нельзя взять мыслью если я говорю пустота то я совершенно не определяю того что есть если я скажу что это место где присутствует бог где присутствует выше наверное где которая открыто бытию я более приближусь к порядку вещей которые о которых я сейчас говорю но тем не менее определить то чего нет мы не можем через то что есть поэтому центр внутренней формы по большому счету не определим центр внутренней формы слова это тот же самый конус вершина которого смотрят в небо тот же самый пантеон купол которого в центре вырезан по кругу и смотрит в небо это тот же самый до какой-то степени конечно все это сравнение иерусалимский храм у которого в котором живет живая пустота и место пребывания этой живой пустоты открыто в небо небо мы знаем это символ бога присутствие да если мы вспомним молитву отче наш она звучит так очень наши живеси на небесе речь идет конечно не о физическом небе речь идет о небесах транс физических а небесах духовных о том и физическое небо здесь работает как символ это открытость живой пустоте открытость тому для чего нет слов открытость тому что превосходит все что мы можем себе представить и вот центр внутренней формы слова это и есть источник всех смыслов которые запечатаны в этом слове в слове как мы знаем мы знаем что само понятие внутренней формы в себя включает некоторую генетику слова некоторую реконструкцию слова некоторый путь к тому из чего это слово произошло и вот если сократить путь от внешней форме к к центру смысловому к умному к этому свету то этот умный свет о котором мы ничего не можем сказать это и есть то из чего слово произошло дело в том что я сейчас говорю о вещах внутренних вещах которые в вашем опыте наверняка присутствовали вполне возможно что встретившись с внутренним видением вы могли потом про это забыть а может быть кто-то из вас не забыл я расскажу одну встречу свою мы ехали с моим другом поэтом на юг поезде на какую-то конференцию я читал одну книжку замечательную по медитации и мой друг лежал на нижней полке он задремал а я сидел писал эту книжку потом мой взгляд упал на салфетку которая была на столике это было довольно таки обычная не очень чистая в пятнах салфетка которая лежала сверху и вдруг знаете вероятно вследствие того что читая эту книжку по медитации я запустил внутри себя вернее эта книжка запустила внутри меня спонтанную медитацию я вдруг увидел эту салфетку преображенной то есть во мне зажглась вот эта внутренняя свечка внутри сердца внутреннее видение проник свет этого живого ничто господи я ничего более красивого и прекрасного чем эта салфетка я не видел своей жизни потому что она из обыкновенной выцветшие фиолетовые салфетки превратилась в райскую вещь это было вещь которой место только в раю больше нигде она была необычайно глубока она была необычайно глубоко и по пластике и по зрению и по смыслу я до сих пор помню как по ней бежал солнечный луч это было невероятное приключение это было фантастика и вы знаете описать вот эту вот картинку эту райскую вещь которая возникла на месте вещи самой что ни на есть обыкновенной я не берусь и это произошло это произошло тогда когда вам не включилась внутреннее зрение мы живем в мире который состоит из райских вещей из райских слов из райских мелодий но мы этого не видим потому что мы живем на поверхности этого мира а райская подсветка находится внутри нашего сердца и мало кто имеет опыт или способность или хотя бы желание концентрироваться на том месте где находится это святая живая пустота живая пустота чума живая пустота иерусалимского храма живая пустота нашего сердца вы знаете мне кажется что сейчас довольно таки тупиковой ситуации в которой оказались люди правда не в первый раз но не в такой степени если мы не сумеем войти в практику ощущение этой живой пустоты этого источника всего этого места где римляне пытались увидеть статую бога они увидели ничего и тем не менее бог там присутствовал если мы этого не сделаем мы окажемся мы наша цивилизация окажется у разбитого корыта и так мы движемся мы пришли к тому что двигаясь от внешнего к внутреннему мы увеличиваем степень реальности потому что райская салфетка была максимально реально среди всего что было в купе вот именно в ней сосредоточилась реальность все остальное вот эти были тени по углам когда горит свечка в центре и несмотря на то что у меня нет никаких доказательств как нет доказательства человека который ощущение что это предельная реальность что только она важна и что только так и должно быть она несомненно и она абсолютно неотменима мать его не надо доказывать как не надо доказывать такие вещи когда сент-экзюпери говорит что зрячий только сердце у человека все остальное глаза если не не включено сердце глаза слепые у человека пойдем дальше я уже сказал что сегодня у нас одна из под тем это чистое письмо письмо и письмо с грязноцой вот для того чтобы понять что же такое чистая пластика включая визуальную пластику включая на пластику письма я хотел бы прочитать несколько страничек я думаю что это надо сделать из клейста которую мы знаем как драматурга тем не менее он оставил замечательный рассказ который над которым стоит задуматься впервые на эту вещь обратил мое внимание алеша парщиков с тех пор я несколько раз это перечитывал этот рассказ называется театре марионеток а суть в том что здесь встречаются где-то в кафе два человека и они рассказывают один из них имеет дело с театром кукол марионеток вы знаете что такое марионетки это куклы которые подвешены на ниточках и рассказчик говорит говорит я спросил его считает ли он что машинист управляющий этими куклами должен быть сам танцовщиком или по крайней мере иметь представление о прекрасном в танце речь идет о том эпизоде из спектакля марионеток когда они танцуют он ответил что если какое-либо дело и не представляет трудности с механической своей стороны то из этого еще не следует что можно исполнить совсем ничего не ощущая линия которую должен описывать центр тяжести спору нет очень проста и как он полагает большинстве случаев прямо в тех случаях когда она криво кривизна и и по-видимому всего лишь первого или самое большее второго порядка да и в этом последнем случае только эллиптично а таковая форма движения вообще свойственно человеческим конечностям из-за суставов и значит машинисту кукловода имеется ввиду не требуется большого искусства чтобы обозначить и однако с другой стороны эта линия есть нечто очень таинственное ибо она является ничем иным как путем души танцовщика и он сомневается что ее можно найти каким-либо способом кроме одного машинист должен мысленно перенестись центр тяжести марионетки то есть другими словами танцевать я ответил что его занятие представлялось не чем-то довольно бездуховным вроде вращения коленчатой ручки шарманки отнюдь нет отвечала напротив между движениями его пальцев и движениями при прикрепленных к ним кукол существует довольно замысловатая зависимость такая же к примеру как между числами их логарифмами или между асимптотой и гиперболы однако же он полагает что и это последняя доля духовности от которой он говорил может быть отнята у марионеток что их пляска может быть целиком переведена в царство механических сил и воспроизведена как я это и представлял себе с помощью коленчатой ручки я выразил свое удивление тем какого внимания удостаивает он эту изобретенную для толпы разновидность изящного искусства мало того что он считает ее способной к более высокому развитию каковое кажется занимает его самого он улыбнулся ли сказал что осмеливается утверждать что если бы какой-нибудь механик сделал ему марионетку соответственно требованиям который он перед ним поставил бы то с ее помощью он показал бы танец какого не он не любой другой искусный танцовщик его времени не исключая даже вестриса никогда не смогли бы исполнить слыхали львы спросил он когда молча потупил взгляд слыхали львы о механических ногах изготовляемых английскими мастерами для несчастных которые лишились бедра я сказал что нет ничего подобного ни разу не видел жаль отвечал он ведь если я вам скажу что эти несчастные танцуют с их помощью то почти боюсь что вы мне не поверите что я говорю танцуют круг их движений конечно ограничен но те какими они располагают совершаются так покойно легко и грациозно что удивляют всякий мыслящий ум я в шутку заметил что стало быть он и нашел того кто ему нужен его мастер способны сделать такое замечательное бедро несомненно сумеет составить и целую марионетку сообразность его требованиями каковы спросил я когда он в свою очередь немного смущенно потупился каковы же эти требования которые выпаде предъявили бы к его мастерству ничего такого отвечал он чего не было бы уже на лицо соразмерность подвижность легкость только все более высокой степени и особенно более естественное размещение центров тяжести а преимущество которое этот кукла имела бы перед живыми танцовщиками преимущество у дальше внимательно прежде всего негативная любезный друг а именно то что она никогда не жеманилась бы вот такая новая марионетка абсолютная кукла она никогда не жеманилась и выжиманство как вы знаете появляется тогда когда душа находится не в центре тяжести движения а в какой-либо иной точке о чем здесь идет речь ну ладно я сейчас почитаю еще немножко а потом мы постараемся понять о чем же здесь идет речь поскольку машинист дергающий за проволоку или за нитку ни над какой другой точкой кроме этой просто не власти то все остальные члены как им и надлежит мертвы они чистые маятники и подчиняются лишь закону тяжести прекрасное свойство которого не найти у подавляющего большинства наших танцовщиков поглядите-ка на п это имя до продолжал он когда она играет дафну и преследуемая аполлоном оглядывается в его сторону душа находится у нее в позвонках крестца она сгибается словно вот-вот сломится как на яда школы бернина поглядите на молодого фэг когда он в роли париса стоит среди трех богинь и передают яблоко венеры венере душа находится у него и вовсе ужасное зрелище в локтях такие промахи добавил он помолчав неизбежны с тех пор как мы вкусили от древа познания смотрите куда мысль идет дальше первые главы библии но рай запер и херувим за нами следит мы должны обогнуть мир и посмотреть нет ли лазейки где-нибудь сзади вот о чем здесь говорит этот артист театра марионеток в какой связи находится марионетка какой связи с актером с танцовщиком актером балета у которого душа находится в локтях и в какой связи танцовщик у которого душа находится в локтях соотносится с утраченным рая дело в том что утраченный рай привел к дисгармонии человека если в раю как мы себе интуитивно можем представить существовала гармония то есть мысль тело движение и эмоции сливались воедино то в дальнейшем это гармония стала раздроблена и он говорит этот артист что вот танцует артист балета а душа у него находится в локтях то есть его душа не попадает в душу танца он показывает нам некое физическое упражнение которое не совпадает с внутренним духовным танцем почему потому что у них нет одного центра в раю если можно так сказать люди были центрированы у них был один духовный центр источник жизни то что мы называем богом или бытием и они прекрасно чувствовали эту точку собственного центра точку верха открытого чуме точку открытого колодца идущего в небо и они соотносили свои эмоции мысли и телесные движения с духовным центром и поэтому они были абсолютно гармоничны актер который танцует на сцене он не может этого сделать потому что у него нет такой точки потому что у него эмоции идут отдельно тело идет отдельно и мысли идут отдельно и это виде видно искушенному зрителю и таких гениальных актеров где все во время танца все это совпадает и сходится в одну точку они были но их было не так много в русском балете они были и кое-кого из них вы наверное могли видеть сами ну скажем таким бы кажется нуреев например или барышника о чем я говорю вот танцор который танцует не имеется духовного центра в себе центра духовного центра танца он дисгармоничен или я позволю себе такое выражение его танец грязноват там нет чистых духовных линий там все раздроблено и как я уже вам говорил внутренняя форма слова нам о том что у слова есть этажи или концентрические круги которые идут от поверхностного от внешнего от телесного от материального к центру духа в этой форменной в внутренней форме форме слова к срезу чума который смотрит в небо который смотрит в источник всего который смотрит вместо пребывания божества вот эта центральная точка схемы внутренней формы слова это срезанная верхушка чума это выход в духовное безбрежное пространство в центр всего и поскольку у внутренней формы слова существуют этажи то поэт или прозаик чаще всего поэт может работать на разных этажах или на кругах обладающие обладающей обладающим обладающих разными радиусами мы видим что самый большой радиус о материи дальше меньше идет радиус у подсознания дальше меньше идет радиус это мысль дальше меньше идет радиус это энергия эроса и дальше 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 идет потом энергия мудрости дальше идет энергия неподвижных звезд и дальше мы подходим к источнику всего вот если у поэта верхушка чума не срезана если у него его храм не открыт в небо то стихи его будут грязноцой у пушкина все было в порядке в этом смысле и тем то он и феноменален в русской поэзии что он был абсолютно гармоничен что верхушка внутренних внутренней формы его слов всегда чуяло небо и поэтому он никогда не был чересчур трагичен или чересчур уж невероятно возвышен или уж слишком поглощен эротикой или уж слишком поглощен чем-то материальным у него все все эти уровни были высвечены и они имели свой центр и поэтому пушкин феноменале николай болдырев например пушкина как поэта считает инстинктивным природным дженцем ну и исходя из слова джен буддизм про просветленным человеком во всяком случае в тот момент когда он входит в сочиничество стихотворения но таких поэтов как пушкин очень мало ну я бы назвал скажем тютчева который видел все этажи внутреннего слова естественно это не интеллектуальное зрение это зрение интуитивное это зрение которое формируется при помощи воспитания человека при помощи его способности как приходящих как вдохновение так и способностей находиться на определенном уровне нравственности на определенном уровне духовности это не делается это не собирается как кирпичик здесь стихотворение здесь не говорит себе тючев ну-ка я вот сейчас в сфере внутренних звезд что-то в сфере неподвижных звезд там на самом верху что-то такое сотворю и тем не менее он творит как раз в сфере неподвижных звезд он делает это интуитивно и каждый художник обладает способностью подниматься все выше и выше но для многих такая задача вообще не стоит потому что то что прежде всего чувствует это эмоции и есть очень много эмоциональных поэтов ну скажем рыжий допустим при всем его таланте есть поэты мысли есть уже намного реже поэты мудрости но все эти этажи если не зажжена свечка в большом зале если мы к ней не приближаемся они будут с грязноцой они будут вибрировать они будут представляться не тем чем есть это будут это будет замутненная реальность если свечка не горит мы уже говорили кто такое что такое свечка и что апостол по павел называл это внутренним человеком сердце значит почему чистые линии марионетки почему чист танец марионеток почему он столь прекрасен почему настаивает на этом артист театра марионеток что линии марионеток совершенны потому что у них тоже есть один единственный центр рука в них не входит изнутри ничего не может кукла вот им навязать марионетки обычной кукле он может навязать он ее надевает как перчатку и навязывает есть свои движения пальцев эмоциональные или волевые какие угодно марионетки навязать это невозможно почему потому что она висит она висит на ниточках и у нее одна единственная сила к которой она привязана это центр тяжести для нее это примерно то же самое что верх чума отрезанный выход в небо одна точка единая вокруг которой моя висящая марионетка строят все свои движения и поэтому они безупречны поэтому они не обладают никакой грязноцой они абсолютно безупречны эти линии пластика марионетки безупречны если кукловод сам находится в центре своего сердца и знаете ведь мы живем в мире фальши которую которые со временем становится нормой и мы утратили способность в отличие от этого кукловода видеть естественные чистые линии слышать глубокие чистейшие стихи вот когда мы слушаем моцарта там все эти скажем так немножко сравнив с театром марионеток все его танцы безупречны все его танцы абсолютно никакой грязноцы когда мы слушаем бах никакой грязноцы когда мы слушаем вагнера там это уже появляется там уже появляется волевое начало там не только один центр там еще возникает второй центр и третий центр когда мы слушаем какие-нибудь скажем не очень удачные экземпляры рок-музыки там очень много грязноцы даже ум марса дэвиса бывает проскакивает правда не часто я имею ввиду джазового великого исполнителя на трубе музыкантом даже у колтрейна бывает грязноца тоже очень редко но бывает и вот в поэзии сколько угодно сколько угодно потому что если поэзии не зажжена вот эта свеча грязноца обязательно там будет потому что будут другие центры какие центры ну скажем социальный заказ стремление всех удивить стремление написать что-то такое что еще никто не писал то есть это все волевые импульсы человека не имеющие ничего общего с гениальной анонимностью великой поэзии которые нет разделения на мужское и женское нет разделения на верх и низ есть то что называется застывшим катарсис а вот пушкин это застывший катарсис это абсолютно естественные движения где отсутствует сам автор смерть автора не надо было ее придумывать давным-давно автор как существо несовершенно умирал в авторстве которая демонстрировал пушкин во время своего письма там не было ничего персонализированного там было стихотворение с безупречными траекториями вот почему да потому что как я уже сказал верх чума был срезан и центр мира присутствовал если вы думаете что только клесть что-то такое намудрил с со своими марионетками то давайте прочитаем стихотворение рильке тоже немца который написал это намного эти строки намного позже и написал их будучи уже известным авангардным поэтому европы это четвертая дуинская легия где он сравнивает постановку в театре с человеческой жизни и вот он как бы сидит театром своего сердца и вглядывается в свое сердце и ищет там чистых линий ищет там абсолютной естественности и спрашивают где эта естественность таится кто не сидел охваченный тревогой пред занавесом сердца своего который открывался как в театре и было декорация прощание не трудно разобраться сад знакомый и ветер слабый а потом танцовщик не тот довольно грим тут не поможет и в гриме обывателя узнаешь идущего в квартиру через кухню подобным половинчатым личинам предпочитаю цельных кукол я и выдержать согласен их обличье и нитку тоже здесь я на готове пусть гаснут лампы пусть мне говорят окончился спектакль пускай со сцены сквозит беззвучной серой пустотой пусть предки молчаливые мои меня покинул женщина и мальчик с косыми карин карими глазами пусть я остаюсь тут есть на что смотреть не прав ли я ты тот кто горит жизни из-за меня вкусил отец мой ты настоем темным долга моего упившийся когда я подрастал ты тот кто будущность мою вкушая испытывал мой искушенный взгляд отец мой ты кто мертв теперь кто часто внутри меня боится за меня тот кто богатство мертвых равнодушие из-за судьбы моей готов растратить не прав ли я не прав ли я скажите вы те что мне любовь свою дарили поскольку вас немного я любил любовь свою мгновенно покидая пространство находя в любимых лицах которые в пространство мировое переходила вытесняя вас по моему недаром я смотрю во все глаза на кукольную сцену придется ангелу в конце концов внимательный мой взгляд уравновесить это же выступив это же выступить сорвав личины ангелы кукла вот и представление тогда конечно воссоединиться то что раздваивали мы то есть раз раздрабливали мы то есть то что мы 10 гармонизировали ангелы кукла вот и представление тогда конечно воссоединиться то что раздваивали мы возникнет круговорот стиле на вселенский подчинив себе любое время года ангел играть над нами будет ангелы кукла понимаете понимаете эта тема никуда не ушла эта тема возвращается снова и снова потому что только ангел и кукла двигаются без грязноцы потому что для куклы абсолютный центр для марионетки это центр тяжести и все вся она без остатка отзывается на центр тяжести для ангела центр это высшее это бытие и весь он без остатка отзывается на бытие и у них нет вот этого что душа находится в локте у них душа находится направлена на центр туда же направлено тело туда же направлено мысль даже направлено чувство а у марионетки без слов без даже при том что у нее нет души все ее тело все ее тело на материальном плане она абсолютно гармонично потому что она направлена на центр тяжести я опять возвращаюсь к нашему разговору о внутренней внутренней форме слова существует такой же центр пушкин его чувствовал тючев его чувствовал и в их поэзии в их стихах вот этого присутствия дисгармонии грязного фальшивой ноты не было потому что все организовывалось вокруг этого света из которого все выходят знаете я мог бы говорить о современных авторов где авторах где сколько угодно я могу назвать и признацы и могу назвать людей которые пишут абсолютно в чистую ну кирилл горчагин например мне очень нравится мне очень невероятно нравится алёша парщиков кстати вы знаете мы с ним обсуждали как-то эту тему внутреннего внутренней формы слова и ни к чему не пришли то есть когда это еще не было так ясно во всяком случае мне и я уже тогда пытался это было 20 лет назад с формулировать что же такое внутренние формы слова у меня еще не было этого чертежа но я чувствовал что там не так все обстоит как мы привыкли думать что это лишь реализация какой-то метафоры которые предшествовало слова крыша или крыло что там все глубже и там все проще и проще и сложнее одновременно и мы тогда с алёшей сошлись на том что я сказал что внутренняя форма это как вот смотреть в глаза кошки и там потонуть он когда вот это классное определение так что вот на этом и тогда сошлись но потом мы пошли дальше час времени у нас прошел да ну что же я хотел бы поговорить сегодня немножко не успеваю но я думаю что я мог бы мы можем это перенести перенести на завтра то есть не на завтра она на следующую нашу встречу я бы рассказал о поясе индры о голографической внутренней формы и замечательной статье эллиота индивидуальность и традиции традиция индивидуальный талант она называется а сейчас спасибо что были со мной что послушали и я готов ответить на ваши вопросы друзья не стесняемся задаем вопросы я наверное в чат пришлю эту статью чтобы наверное заранее все подготовились и мы поговорим отлично да это и вот такая одна из самых знаменитых статей не очень большая там страниц 10 михайлович спасибо за встречу вопрос кроме поэзии искусства дальше не дочитал у меня ушло прочитает ли за кроме поэзии искусства цельность о которой вы говорили как может проявляться в жизни в какой-то другой деятельности в чем-то еще ну это вопрос по центру по самому да это это существенный вопрос спасибо вам за него так прежде всего я я же уже говорил что с моей точки зрения которую я стараюсь никому не навязывать слово антропоцентрично то есть слово до какой-то степени повторяет все то что происходит с самим человеком и как мы сегодня уже говорили в связи с внутренней формой слова утра утрате гармонии после того как человек выходит вернее вот так после того как человек потерял утратил гармонию он в состоянии райском уже пребывать не может да он находится уже никто его особенно не выгонял оттуда он сам оттуда ушел потому что он нарушил некоторые условия гармонии райской и автоматически был оттуда ну сам оттуда вышел хотя метафора мы знаем что метафора там другая и что двери и ангел с мечом с огненным но дело не в этом дело в том что мы оказались в дисгармоничном состоянии и век за веком этот это дисгармония растет как ни странно и основная беда которая нарастает с каждым веком а сейчас и с каждым десятилетием заключается в том что человек осуществляет себя со своей ложной природы человек отождествляет себя со своим иллюзорным я другими словами это иллюзорное я называется эго моё эго мой эгоизм моё своеволие вот это то что делает меня несчастным потому что это фиктивный центр личности а все фиктивное на что человек пытается опереться подламывается и при при приносит ему большие страдания потому что что такое эгоизм он вообще о нем написаны огромные исследования но на самом деле это укладывается в одну фразу эгоизм или своего ли пусть будет так как я хочу и не важно что мне говорят по этому поводу более мудрые люди я хочу что было так как я хочу и если не получается у меня так как я хочу ну допустим много денег шикарный феррари еще что я буду на этом настаивать и по мере того как у меня это не получается моё неприятие мира и моя боль и в сердце которую мне этот мир не поддающийся причиняет растет и моя дисгармония увеличивается все сильнее и сильнее и я опираюсь на том чтобы заполучить только то что я хочу на свои ограниченные мысли как заработать еще или как манипулировать обстоятельствами и людьми так что получить то что я хочу в этом мире не может быть часть этот мир дисгармоничен как безумная кукла этот мир не ангел и этот мир не кукла этот мир есть вот это вот вопиющая дисгармония сложным центром бытия эго центре эго эго это таких людей называют эгоцентриками из таких людей состоит 99 процентов населения земного шара и поэтому все они несчастны потому что если я в центре ставлю девиз центре своей жизни ставлю девиз пусть будет так как я хочу а каждый из нас этот девиз ставят чаще или реже они до исполнится воля твоя вместо смирения я выставляю свои желания то я никогда не буду счастлив почему потому что я живу своим ложным я тем я которого нет на самом деле и она состоит это я возникает тогда когда это же доставляю себя со своими мыслями человек не тождествен своим мыслям человек это не его ум человек это выход в небо это отрезанный верх чума вот там где небо там начинаюсь я но жить выйти туда очень больно потому что придется отказаться от я хочу и я хочу любой ценой и апостол павел сравнивает это со смертью с умиранием ветхого человека ветхий человек это эгоцентрик и в христианстве например ветхий человек умирает буддизме он тоже умирает и я хочу уходит на другой план на первый план выходит да будет воля твоя твоя высшая мудрость твоя высшая гармония твоя высшая любовь вот пусть она в моей жизни твои твои вас воскресение из мертвых твоя победа над смертью пусть они приходят но на самом деле люди этого не хотят потому что мы забыли очень много и потому что мы считаю что наш эгоизм и я это одно и то же и поэтому когда человек идет по духовному пути ему становится больно потому что эгоизм умирает а мы это воспринимаем как смерть себя самого и она очень болезненно это разлуки с любимыми людьми это утрата отца или мамы из-за возраста это какие-то жизненные катастрофы это серьезные заболевания обратите внимание что во всех этих испытаниях многие люди выходят из них просветленными более мудрыми более терпимыми более любящим и они обретают свой центр свой центр свое высшее свою свечку сердца которые на самом деле безмерт вот я сейчас набросал очень схематично тот путь по которому на мой взгляд следует идти если мы хотим уйти от несчастной бессмысленной суетливой и алчной жизни и здесь я вижу определенную схожесть внутренней формой слова если она поэтому видна если виден выход в небо центральная точка кетер я ответил ольга пишет спасибо спасибо ольга тут еще вопрос от анастасии зачастую вернее чаще всего люди которые пишут стихи пытаются таким образом излить свои страдания или счастье как например ахматова можно ли считать живой пустотой такие произведения ведь они идут от души понимаете во первых ахмова ахматова не так она не изливала свои страдания она работала не на себя когда написала стихотворение она работала на стихотворение это разные вещи если поэт работает на стихотворение он очень здорово ограничивать свой бейстический центр он выходит на куда большие высоты изливает свои чувства для поэта это самоубийство поэт который просто заинтересован чтобы высветить свое я он никогда не войдет туда куда входил пушкин или тючев нет никогда не войдет туда куда входил рамбо у каждого стихотворения есть вот этот пустотный центр и интуитивно ахматова видела видела как у как устроено внутреннее стихотворение состоящие из внутренних слов форм и поэтому она не изливала свои чувства она писала стихи в которых речь шла о ее чувствах но это были прежде всего стихи они и чувства это было прежде всего правило стихосложений они и чувства это были и чувства но преображенный я наверное на этом остановлюсь изливать свои чувства можно в семейной ссоре когда оба человека доведены до предела вот там изливают свои чувства поэт не изливает свои чувства или во всяком если он поэт если он не поэт он будет там изливать чего угодно можно я вам провокационный вопрос задам почему товарищ фрейд назвал все проявления творческого духа человека сублимацией ну ну потому что эротическая сексуальная энергия это энергия невероятной силы и мы когда читаем последние строчки великой поэмы данте то мы так или иначе сталкиваемся с упоминанием той же самой силы у которой тоже много этажей любовь что движет солнце и светило в основе всего лежит любовь об этом пишут написано во всех великих и святых книгах будь то это мусульманская литература или будто христианская литература или хакте йога например там везде речь идет о любви как о движущей силы силе и конечно же без эротики без эроса мир погас бы без сексуальной энергии которая дарована нам богом и мир погас бы и фрейд очень правильно обратил внимание на эту огромную силу которая по которой стоп фор сказала что любовь у нее такова сила что она гнет дубы как ураган но фрейд попытался все проявление человеческой деятельности свести только к этой силе и он забыл что у этой силы но не забыл мы недостаточно отчетливо провел эту мысль все-таки много этажей есть допустим афродита у ранее есть афродита по пандемас да есть такие проявления силы любви на греческом мы знаем что там 5 или 6 слов обозначают слово любовь и у каждого у каждой любви у каждого такого слова есть оттенки любви она передает оттенки любви но повторяю что когда фрейд поставил центр мировой эрос это было здорово другое дело что он все свел к этому и даже не к ироссу а к сексу к сексуальной энергии но это уже мы любим его не только за это может ли поэт не верить в бога спрашивает анастасия а конечно конечно ну знаете я забыл кто-то сказал хингу и что лишь что в окопах под бомбами не верующих нет я думаю что каждый поэт так или иначе соприкасается с высшим особенно когда он пишет просто многие поэты атеисты не называют это высшее богом они называют это по-другому кто-то может сказать что это мировой разум кто-то может сказать что это космическая муза кто-то может сказать что это боги как гельдерлин например по большому счету неверующих людей очень мало потому что принципиальные неверие это ведь тоже форма веры человек верит то что бога нет но рамбо например довольно таки зло привлекался с богом а вот поразительный наш лермонтов он и привлекался с богом и писал невероятные глубины духовные стихи именно христианские стихи христианскую молитву он писал то есть я бы сказал так что в какой-то миг человек может быть атеистом но всю жизнь вряд ли чаще всего мы имеем дело с анонимным верующим просто у него другие слова для обозначения бога я могу сказать что множество людей которые говорят о боге бог то бог все бог троица они не верующие потому что они произносят слова но в сердце их бог не живет вот это такие варианты есть а есть масса людей которые не являются скажем христианами а ну не масса это преувеличил но довольно таки много я их видел в своей жизни которые живут христи поддерживают христианский образ жизни на деле они на словах это такой вопрос знаете вопрос слов значений слов да поэтому может быть неверующим но когда он создает красоту когда он создает гармонию он уже часть божественной силы хочет он этого или не хочет какие основные составляющие христианского образа жизни на деле они на словах быть полезным для бога и для людей знаете андрей михайлович у меня был случай я брала интервью у бориса куриянова перед этим я сначала читала как они весело развлекались в 80-е в сайгоне а потом он стал настоятелем длин области и мы очень хорошо поговорили он сказал мне что с тех пор как крестился там восьмидесятых по моему он совсем перестал писать потому что понял что это больше не нужно и он мне сказал что очень редко бывает так что по-настоящему поверил бога человек продолжает писать потому что в целом это уже не надо я тогда с ним как-то смутно не согласилась вот а как вы думаете это я думаю такая позиция говорит об утрате отваги творческой я когда про шварц читала тоже задавалась этим вопросом она то ли говорила кому-то только тут это ей приписал что она боялась этих церковь потому что опасалась что не дадут стихи писать как прежде да я сталкивался своей жизни с такими людьми но это довольно таки неправильное представление о церкви понимаете идти в церковь ну ну что что такое идти в церковь идти в это здание да где собираются люди или идти в глубину своего сердца потому что церковь и христос располагай будда располагаются в глубине сердца человеческого глубине его души церковь есть сообщество верующих и есть церковь невидимая которая живет в сердце каждого а есть церковь здания со своими как бы это сказать со своим регламентом да со своими уставами со своими правилами я я не вижу здесь противоречия понимаете если человек приходит церковь и успокаивается и говорить ну все вот теперь я знаю что мне надо мне надо сюда ходить каждое воскресенье мне надо вот это вот молиться мне надо делать добро добро быть смиренным вы знаете господь когда творил звезды рыб птиц людей небеса траву цветы он же как поэт работу мать это поэзия в чистом виде это творчество в чистом виде и поэтому если я хочу действительно не зарывать свой талант в землю а реализовать тот потенциал внутри себя который называется образ и подобие и мне дан талант письма здесь понимаете только утрата мужества может остановить этот процесс и такое лжесмирение но это все житейские пустяки это все светские радости все это гроша ломаного не стоит стоит человек как я уже сказал по образу и подобию создан по образу и подобию кого творца и если искра творчество в твоем сердце вложено в твое сердце то это будет преступление отказаться от нее андрей михайлович вы сказали наверное не хватает отваги творческой чтобы продолжать писать стихи отвага нужна для преодоления чего чтобы решиться на что почему на это трудно решиться без этой творческой отваги эта отвага нужна чтобы иметь силы нести ответственность за то что творишь да и ответственность за свою работу понимаете ведь рильке от очень многого отказался и он отказался от веселого общения он отказался от какой-то такой расхлябанной жизни он отказался от ничего не делала не от лени и больше того для того чтобы для того чтобы настроить себя на центр стихотворения на центр внутреннего слова и услышать его надо ввести себя в том состоянии в котором этот центр можно этот божий свет можно услышать как сказал силуан афонский написанное духом можно прочитать только духом и понять только духом и если я хочу написать стихотворение на уровне духа который мне может быть послан я должен быть готов к этому понимаете настоящий поэт не может вести одну жизнь описать совсем по-другому это будет обман будет опять-таки то дисгармония и рильке я знаю он когда писал очередной свой цикл или какую-то книгу он вел себя вообще по очень похоже на монаха он прекращал общение он уединялся он выдерживал испытания тишиной и одиночеством это очень страшные дольки испытания одиночеством он настраивал свою душу как камертон на тот звук высочайший который он потом воплотил в дуинских элегиях и это принуждение своей природы к ее высшей предначертанности знаете для этого нужна отвага подчинить всю свою жизнь письму или хотя бы уделять ему и его смыслу какое-то очень большое количество времени и сил далеко не каждый на это пойдет поэтому вы знаете сейчас очень много стихов пишется но стихов иногда невероятно остроумных невероятно хорошо сделанных даже каких-то загадочных иногда вроде бы да даже глубоких но я спрашиваю себя а кто из вас готовится к стихотворению кто из вас слушается вглядывается в тот внутренний свет мира тот внутренний свет вещей тот внутренний свет себя самого без откуда откуда все приходит откуда приходят ангелы откуда приходит любовь откуда приходят вещи и обычная вокзальная салфетка превращается вещь из рая кто в это вглядывается а без этого функция стихов она будет только развлекательна это прекрасная функция очень хороший я ничего не жу против но на мой взгляд этого недостаточно а для того чтобы серьезнее относиться к стихам знаете возникает сразу ряд вещей которые делать не надо и мало кто ограничивает себя поэтому это трудно надо уйти от эгоизма надо уйти как раз вот от того что мне задали вопрос рахматова изливание своих чувств нет как раз чувства не изливаются здесь идет такое знаете владимира соловьева называли блок его назвал рыцарь монах владимир соловьев поэт очень интересный я не скажу что это поэт экстра класса но он создал свою поэзию на которую очень пристально в которую вглядывались очень пристальные блок и андрей белый и брюсов и все остальные символисты и владимир сергеевич соловьев он вел жизнь исполненную самоограничение вы знаете все это связано не не жестко не жестко потому что были такие гуляки как франсуа виен допустим или сергей есенин да был такой мощный природный дар что он перекрывал всего поэтому я говорю не жестко но настоящий поэт который хочет прибавить света миру он свет через себя должен пустить а для этого он не должен быть грязным вот наверное все спасибо большое спасибо ну что на сегодня мы заканчиваем тогда уда Продолжение следует...